Микс Ньюс Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем наш утренний эфир. Сегодня вторник, программа «Добро пожаловаться» в студии председатель правления консультационного центра собственников квартир Сергей Сидорко. Здравствуйте! Доброе утро! И я, Наталья Михайлова. Сегодня у нас такая бонусная программа весенняя, летняя, уже окончание топительного сезона. Мы ее будем отмечать тем, что вы можете задавать совершенно любые вопросы на любые интересующие вас темы и получите исчерпывающие ответы. Сергея Сидорко. Все, что вас волнует, это и окончание топительного сезона, и счетчики, и, может быть, мусор, который вы не знаете, как правильно утилизировать. Состояние внутриквартальных дворов. Это я уже направляю немножко, но у вас могут быть свои вопросы по состоянию каких-то лестничных клеток, крыш и так далее. Включайте вашу фантазию и давайте такой как бы итоговую завершающую такую точку по нашему зиме, потому что после зимы всегда вот сейчас будет лела-талка у нас, будем приводить в порядок захламленную нашу Латвию, ну вот и заодно, может быть, и немножко разгребемся с вопросами чуть-чуть. Ну, а мы начнем. Да, телефоны, я напомню, 672-12-939, 672-13-939, это прямой эфир, ну и WhatsApp, как обычно, 230-6191, пишите, звоните. Начнем, наверное, с отопительного сезона, он закончен, да, уже, надеюсь? Ну, уже можно считать, что закончен, я бы, на самом деле, еще не рискнул бы окончательно отключать отопление, но сегодня ночью, кто смотрел на градусных, было минус 2, минус 3. То есть, пока еще нет стабильной ночной положительной температуры, надо помнить о том, что в домах стоит автоматика, ее можно настроить на пониженное включение. А я сразу задам вопрос, как при этом разбросе считается среднесуточная температура, если там, допустим, ночью минус 2, а днем плюс 20, сколько будет тогда? Я не скажу ничего, тогда надо брать уже как среднесуточное по пикам или по часам и так далее. То есть, тут можно по-разному считать. Но мы напомним, что сейчас среднесуточное не считается, да, как показалось. Нет, здесь уже... Потому что многие еще живут теми временами, когда 3 дня плюс 8, и тогда включается отопление или выключается. Но это уже давно не работает, потому что в домах стоит автоматика. Допустим, мы у себя в кооперативе настроили так, что у нас отопление сейчас подключается в том случае, если температура на улице ниже 8 градусов. То есть, просто режим подтапливания, он там на пару часов, может быть, ночью подключается отопление, а ночью вообще, если плюс 3. И я полагаю, что уже буквально через несколько дней начнется массовое отключение от отопления. И здесь самое главное не забыть о том, что отопительный сезон близко. Вот это, что я хотел бы напомнить, поэтому... Не смешите меня, пожалуйста. Я вас не смешу. Сколько что закончили. Нет, ну на самом деле вы правы, конечно. Здесь вопрос заключается в том, что насколько мне помнится, в Риге было в прошлом году в связи с переходом со сменой обслуживающих организаций масса проблем при подключении. И всем тем, у кого были проблемы в прошлом году, не мешало бы так поинтересоваться и побеспокоиться, все ли выявлены те вот основные причины и устранены. Потому что на самом деле лето – это тот период, когда обслуживающая организация может довести до конца и сделать беспроблемное подключение. Напомню, телефоны 672-12-939, 672-13-939, WhatsApp 230-6191, любые вопросы на коммунальную тему задавайте, пожалуйста, не стесняйтесь. Отопительный сезон – это только одна из тем, которую мы намерены сегодня затронуть. Вы можете говорить о счетчиках, о мусорниках, о состоянии лестничных клеток, и дворов, и так далее, дорожек, чего угодно. Пожалуйста, задавайте вопросы. Про отопление, отопительный сезон. Во всяком случае, теперь люди, кто предупрежден, тот вооружен, осознавая ту историю, когда померзли, как следует, отряжание какой-то период, теперь они уже могут быть бдительнее. Наверное, этот опыт все-таки не так далек. Когда это 10 лет назад было, уже забывается, как-то так все, люди расслабляются, тут уже год назад, надо действительно обеспокоить пораньше. На самом деле, да. Пожалуйста, здравствуйте. Слушаем. Здравствуйте. Добрый день. Да, здравствуйте, пожалуйста. Вот господин Левец, как будущий президент, в свое время, когда только-только начиналась подвижка власти, был основоположником закона, по которому небольшая кулька негодяев под многоквартирами, домами, получила право владеть землей, да, и нас отобирать как-то бесконтрольно, вообще непонятно как. Вот как вы думаете, когда он будет президентом, он закрутит гайки, или все-таки когда-то это рабство можно будет отменять. Да. Ну, здесь я отвечу вам так, что... Как полуполитологический вопрос. Насчет господина Левица ничего не скажу. Насчет земель... Но он стоял у истоков, тем не менее. Да, он стоял, но законы такие, какие они приняты, что сейчас комментируют, то, что было сделано 30 или 20 лет назад, уже бесполезно. Напомнить не лишнее. Напомнить не лишнее, но это, наверное, нужно учитывать при других вопросах. В данном случае дискуссия идет, но здесь весь вопрос о том, что ситуацию нужно решить, только каким образом. Вернуть все опять назад, понимаете, здесь несправедливость, накладывается на несправедливость. Один раз отняли, потом вернули, сейчас опять отнимать, не отнимать. Поэтому здесь очень важный момент, на каких условиях будет произведено объединение этой собственности разделенной. И вот здесь очень большой вопрос. А оно будет произведено? Вы знаете, меня даже удивило, кто-то из национального блока даже сказал, что государство принимает законы, они не могут быть каменными и могут быть изменены. Оно должно быть произведено, потому что это против общей практики мировой. Другое дело, каким способом? По кадастровой стоимости. Я думаю, что старые владельцы к кадастровой стоимости никого отношения не имели. Скорее всего, было бы справедливо решить вопрос вернуть приватизацию назад. То есть по тем выплатить владельцам земли компенсацию в виде стоимости компенсационных сертификатов. Тогда были такие земельные, достаточно дорогие компенсационные сертификаты. И вот вернуться на этот момент, что, пожалуйста, а те земельные спекулянты, что успели подшуствить, купить и заработать на этом денег, ну что ж, бизнес бывает разного риска. Они занялись очень рискованным бизнесом. Слушаем вас. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Да, добрый день. Ну, по-моему, надо прислушиваться все-таки к прогнозу. Сегодня передавали, что конец апреля, начало мая, будет холодно и будет даже свет. Поэтому, я считаю, эту автоматику пока что не отключать, кроме того, если там ремонт нужен, дело другого рода. Потому что в таком состоянии примерно где-то, скажем, до 50 мая ставить эту автоматику включенную, потому что ведь все-таки-то не работает, когда превышает тепло на улице. Холодные батареи. Зачем ее так рано отключать? Спасибо. Да, спасибо большое. Абсолютно согласен с радиослушателем. Здесь нечего добавить. Единственное, что порекомендовал бы, посмотреть на настройки теплоузла и снизить те пороги, при которых подключается отопление, потому что дом и тепловая система имеют инерцию, и если ночью холодно и он топит, то утром, когда уже воздух нагревается на улице, у нас система еще не успевает затормозить. Поэтому там нужно просто правильно подрегулировать систему, и по сути дела ее можно не отключать в течение круглого года. Да, давайте продолжим. Про землю вы сказали, что нужно этот вопрос как-то решать, но я так понимаю, что в Сейме в теме депутата этого вопроса была какая-то рабочая группа, обсуждение какое-то было, то есть, но я еще раз хочу видеть, на самом деле в чем кошмар ситуации, уже насколько я понимаю, сниженная ставка налога на, не налога, а арендная ставка уже не будет действовать с мая месяца, поскольку Сеймин, ну, не подал в Конституционный суд никаких поправок закона о том, то, что затребовал суд, чтобы вступили в силу поправки от 4-5-3-процентного налога. Второе, начинается разговор совершенно справедливый, но по-моему запоздалый, о том, что нужно прописать закон о том, какие взаимоотношения, что значит принудительная аренда, какие права и обязанности обеих сторон, потому что на сегодня платить и ухаживать за землей должен пользователь, а владелец не должен ничего, а только получать. И этот вопрос тоже, наверное, надо было бы отрегулировать. И третье, это все-таки объединение собственности. Но я бы сказал так, что я считаю, что справедливо было бы вернуться на момент приватизации, возможно, есть еще какая-то возможность тем, кто хочет все-таки получить землю, выдать компенсационную землю или выдать по стоимости компенсационных сертификатов. А еще раз повторяю, земельным баронам и спекулянтам, но они свое, наверное, уже успели. Если не успели, ну, кто ж приглашал? Да, напомню, что сегодня в нашей программе мы обсуждаем разные темы, такая сборная солянка, пожалуйста, подключайтесь и звоните нам, если есть у вас любые вопросы коммунального характера 672-12-939, 672-13-939. Телефон, номер ватсапа 230-6191. Я хотела вас попросить прокомментировать недавнюю новость из Гаркална, да, там резко подорожали вода и канализация, без табу программа сообщала, якобы депутаты Гаркалны повысили тариф на воду на 46%, а на услуги канализации на 49%. И одной из официальных причин стал рост платежеспособности населения. Что в этой новости такого вас удивительно? То, что повысилось, не удивило. Так. То, что повысилось, не удивило. А это действительно может быть обоснование, вот что население побогаче стало в Гаркалнском крае, да? Вы знаете, вопрос заключается в том, каково состояние сетей, на что пойдет эта прибавка, потому что, скажем, в Риге цена растет каждый год практически. Она очень часто... Просто это как-то не объявляется так громко, да? Это как-то не объявляется или как-то все привыкли, может быть, она более ползучая, это повышение цены, но состояние сетей водоканала вызывает, ну, скажем так, мягко говоря, опасения, потому что постоянно где-то рвет, постоянно где-то заливает, и сети в достаточно плачевном состоянии, на мой взгляд. В отличие от Рига Силтумса, который достаточно так целенаправленно, по-моему, уже давно улучшил свои сети. А это действительно вот, ну, каждое самоуправление имеет право вот так вот, не знаю, волонтаристски, можно сказать, повышать чуть ли не в два раза. Так или иначе, они не самостоятельно, они проходят через эти регуляторы. Просто в соседнем Ропорском крае там буквально 40 центов меньше тариф на воду, чем в Гарконском. Это довольно существенно, да, в наших условиях? Ну, где факт, что завтра в Ропорском не будет на 50 центов? Это не факт, но вот просто интересно, каким образом именно вот это меняется? То есть, это вот так просто, ну, скажем, делается решением депутатов? Депутаты это утверждают окончательно. Они берут на себя, я бы сказал, наверное, может, я неправильно говорю, какую-то политическую ответственность, они потом кажутся виноватыми. Но на самом деле предприятие готовит проект новых тарифов, он проходит утверждение в регуляторе, и после этого все должно быть утверждается. Но тут вопрос не на сколько и когда, а вопрос на что. Если, понимаете, для меня немножко странно звучит обоснование, потому что повысилась платежеспособность населения, может быть... Но это, возможно, журналисты так все в такую форму облекли, да, но тем не менее, наверное, у, скажем, населения, которое не может платить, вряд ли бы там повышали тарифы. Скорее всего, звучит немножко по-другому, что есть необходимость в улучшении модернизации либо повышения качества работы этих сетей и плюс к этому платежеспособность населения это позволяет. Ну, потому что, ну, там локальная канализация, значит, это честные сооружения, честные сооружения, там требования к ним сумасшедшие сейчас, на сегодняшний день. Трудно это комментировать, на самом деле, вы же видите, Рига Силтум сподал на повышение тарифа, потому что у них пока не очень складывается, то есть регуляторы работают. Да, мы напоминаем, что можете задавать любые вопросы на любые темы, коммунальные, 672-12-9-3-9, и 672-13-9-3-9, которые волнуют вас и вот в вашем доме, в вашем квартале, может быть, 2306191, это WhatsApp. Ей напишет нам WhatsApp отмостка дома, как сделать правильно, есть ли необходимость ее менять и на что она влияет? Ну, отмостка дома, в принципе, отмостка это что? Отмостка это такой, скажем, бетонный или из плиток выложенный контур вокруг цоколя, да. Ну, смотря это очень сильно, вообще, это отмостка изначально, она использовалась для того, чтобы отвести вот влагу, которая стекает по стенам, но буквально от фундамента, ну, чуть-чуть в сторону. Это основная ее функция, но тут очень важно смотреть, во-первых, в каком районе, если мы говорим в районе Пурцием, что основная масса домов стоит не на фундаменте, а на сваях. И поэтому там отмостка играет больше декоративную функцию, она не отводит эти воды, да не от фундамента, а от цокольной стены. Делать это надо с точки зрения эстетики, но тут нужно совмещать сразу, если уже говорить об этом вопросе, то нужно сразу утеплять цоколь, или цокольную часть фундамента, и поэтому делать не так, как я вижу сегодня, когда просто снимают старую плитку, и на ее место засыпают тонкий слой щебенки, и делают красиво. Грунт все равно поплывет, и... Да, вопрос нескольких лет. Да, поэтому там нужно немножко по-другому делать, все более дорого и капитально. Да, вы нам звонили, но сейчас перестали, пожалуйста, продолжайте. 672-12-9-3-9, 672-13-9-3-9, мы так не можем сиюминутно взять сразу, поднять трубку. Ну, в наших домах порциям, все, которые стоят на сваях, мы у себя, если люди хотят делать отмостку, то мы предлагаем им откопать где-то на 60-70 сантиметров грунт от земли, утеплить цокольные панели, сделать соответствующую подсыпку и делаем цоколь, уже формируем, отмостку формируем из брусчатки. Пожалуйста, здравствуйте. Слушаем вас. Я хочу вернуться. Добрый день. Да. Хотела чуть-чуть, позволю себе вернуться к вопросу про Гарковну. Да, пожалуйста. Потому что его упомянули. Немножечко шире хотелось бы, точнее, не надо было посмотреть на ситуацию, потому что там ведь упомянули регулятора, но в том-то и дело, что углубившись, там стало понятно, что выстроена структура, которая позволяет им выйти из-под набора регулятора именно за то, что они не достигают определенного объема. Это раз. А во-вторых, существует график, ведь модернизация уже в какой-то мере была проведена, в том числе на деньги Евросоюза, и существует график повышения цен, как он должен был бы происходить. Но дело в том, что они уже его опередили там, и цифра на сегодня, она опережает ту цифру, которая то ли на 25-й, то ли на 30-й год только должна была быть. Вот там очень много нюансов, и выстроившаяся структура, по сути, не ссылаются на рост тарифов Рига Суденц, но являясь посредником, у них, собственно, стоимость их услуг такая же, как и стоимость самой воды и услуг Рига Суденц, которые они как бы перепродают, являясь посредником административного характера. Ну, это так, ремарка. Спасибо. Спасибо большое. Ну, это сложно для меня вопрос. Это нужно быть либо в теме, либо не комитет. Нет, ну, мы, да, мы не рассматривали конкретную ситуацию, я хотела просто на примере Гарковной проиллюстрировать, что вот... Для меня новость, что в Гарковной из Рига Суденц вода поступает. Угу. Так ли это? Теперь мы все стали... Что водовод такой есть. Что жизнь не будет прежней. Да, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. На Юре Малозгатове есть колонка знаменитая, в которую все едут за водой. Да, есть. Как будто бы это бесплатно, отбор воды идет круглосуточно, но раз в месяц приезжает. Люк стоит рядышком с колонкой, похож на кондиционный. Открывает люк, стоит чертеже счетчика и снимает показания. Как это можно объяснить? Бесплатно или потом платно? Спасибо. Надо же, как интересно. Сколько я нового узнаю? Вот тут я вам не объясню. Вам надо поинтересоваться в Рига Суденц. Наверное, Рига Суденц поступает абсолютно правильно. Если есть источник воды, нужно учитывать потребление. А кто за это платит? Может быть, за это платит бюджет. Бюджет, да. Может быть, бюджет, может быть, исполнительный. Надеюсь, не жители соседних домов. Все может быть. Все может быть. Но, в принципе, наверное, есть какие-то общественные источники, фонтанчики для питья и так далее, которые оплачиваются за счет бюджета. Возможно, счетчики вообще с колонкой не связаны. Еще звонок. Пожалуйста. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Да, Сергей. Господин Дорко знает о существовании бумаг проектировочных на дома, которые стоят в Пурсенсе, на свае. Там четко описывается, для чего нужна отмотка. Она не нужна просто так. Она спасает нижнюю панель. Если он прочитает, это документы 73-го года. Там работали инженеры. В этом не уходит никуда. Я не сказал, что отмостка не нужна. Я сказал, что в том виде, в каком ее сейчас делают, я считаю, что это не нужно так делать. Это первое. Второе. Да, она защищает цокольную панель в какой-то степени, но тогда пускай мне тот, кто читал документы, объяснит, почему рядом с этой панелью происходят просадки грунта. И потому, что она так сильно защищает. Там другие немножко механизмы работают. Я единственное, что хочу сказать, что если делать, то сразу делать с утеплением и выкладывать из таких материалов, которые если будет просадка, а в курсом себе она неизбежна, то чтобы потом можно было ремонтировать, а не переделывать. Вот все. Любые вопросы на коммунальные темы сегодня в программе «Добро пожаловаться». Сергей Сидорко, председатель правления консультационного центра собственников квартиры. Я, Наталья Михайлова, ведем эту программу. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Наверняка вопрос, потому что мы его задавали, но по кругу моих соседей консультационного возраста есть такой вот момент. Деньги, которые наш кооператив собирает на эти ремонтные нужды, как наши... Собираете, да? Вас плохо слышно? Немножко громче говорите, пожалуйста. Да. Деньги, которые собирает наш кооператив, облагает 21% ПВН. ПВН. Вправе они это делать или не вправе? Потому что вопросы задаются, я не знаю, как ответить. Вот, может быть, ваш гость ответит. А что за вас за кооператив? Юбилейный. Понятно. Я могу вам ответить на этот вопрос так. ПВН рано или поздно приходится платить. Это первое. Второе. Все зависит от бухгалтерской политики. Я руковожу кооперативом БАК-2. У нас бухгалтерская политика, учетная политика, которая согласована с видом, и мы с собранных денег, с собираемых денег, ПВН не платим. Мы его платим в тот момент, когда эти деньги расходятся. Расходуются. Потому что на самом деле есть, ну, еще раз повторю, это учетная политика. Это деньги дома. По факту это деньги дома, как люди, которые собирают, деньги людей, и это не доход кооператива, поэтому они не могут попадать в налогооблагаемую базу. Вообще-то говоря, они должны учитываться отдельно, потому что если они попадают в налогооблагаемую базу, то в связи с тем, что с этого года все кооперативы являются коммерсантами, это попадает неизрасходованная часть прибыли и так далее. Там очень сильно запутывается учет. Поэтому по учету должно быть так. Это деньги, которые люди собирают для себя, кооператив или любая обслуживающая организация выполняет функцию кассира. Она просто по решению собственников выставляет определенный счет и зачисляет его на счет собственников. И в этом случае эти деньги не облагаются ПВНом до того момента, пока они не будут использоваться на ремонтные нужды. Вы заключаете договор с строительной организацией или любой другой организацией, если она ПВН-плательщик, то тогда в этом случае вам выставляется счет с ПВНом, и тогда эти деньги начинают работать, и уже с них платятся все положенные налоги. Такова моя точка зрения. Мы эту точку согласовывали с видом, и проблем здесь нет особо. Пожалуйста, здравствуйте. Слушаем. Слушаем вас. Не дождался слушатель. Звоните. 672-12-939-672-13-939-230-6191. Это WhatsApp. Любые вопросы на любые коммунальные темы. Пожалуйста, уже прозвучали вопросы о земле, о воде, об отоплении, о счетчиках. И вот последний вопрос тоже. И об отмостке даже. Да, споры возникли у нас. Я о счетчиках хочу предупредить, что посматривайте на информацию. Сейчас проходит обсуждение изменений правил Кабинета Министров по учету воды. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Это не Трубко, господин, это Сидорко. Ой, извините. Сидорко, у меня это Трубко уже на языке. Очень сложная ситуация у нас в доме получилась. Подскажите, как бороться вот с реализацией мне код в законном плане. Люди нашли, что подписи подделаны, что затянули этот дом в его управлении незаконными методами, мертвой души. Он не принимает никаких заявлений, не заверяет эти снятые копии, избегает встреч. Даже в приемное время придешь ко нему, он убегает. Короче, вот противодействуя всем, как с этим бороться? Как оформить это все? Ну, было подлог фактов, подписи, подделка и прочее, прочее. Я думаю, что путь, который вы пытаетесь выбрать, путь борьбы, он бесперспективный. Ну, лет через пять вы чего-нибудь докажете. Если докажете. Во-вторых, это... Какой путь? Правильный, перспективный? Правильный путь, если вы считаете, что решение, которое было вам предложено и которое сейчас реализовано, независимо от того, как оно принималось, не буду комментировать, неправильное, проведите новое решение. Собрание? Сделайте либо собрание, либо опрос в доме в соответствии с законом о квартирной собственности. Там все элементарно. Берете, составляете новый опросник, куда уже проверяете, сами проводите опрос, сами контролируете, кто и как подписывается, и все. И вопрос можно решить. Это в течение двух месяцев вы можете решить вопрос. Вопрос о попытке... Во-первых, каким образом можно опротестовать предыдущее решение? Вы его можете опротестовать на основании того, что была нарушена процедура принятия. И если вы подали протест в течение трех месяцев, с того момента, как это стало вам известно, судя по всему, уже все сроки вышли, и никакие там на сегодняшний день ваши протесты никто всерьез юридически рассматривать не будет. Если вы считаете, что большинство в доме недовольно действующим обслуживающим организациям, ну, проведите новое собрание и примите решение. Не забудьте только, что когда вы принимаете решение, вы должны сразу два принять. Одно отказаться от действующего, и второе назначить нового, потому что процесс управления должен быть непрерывным. Вот и все. Пожалуйста. Мы не тут идем. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Мне подскажите, вот вы упомянули минуту назад насчет того, что общества должны быть коммерсантами. Вот в этом плане этого года что-то изменил в законодательстве? Ну, был принят полностью новый закон о кооперативных обществах. Он очень сильно переработан. Там очень много всякого рода новшеств. В том числе, если в предыдущем законе о кооперативных обществах было прописано, что садовые, гаражные, лодочные, жилищные кооперативы не являются коммерсантами, то сейчас это положение изъяли. Собственно, это ни на чем особенно не отражается, потому что и до этого кооперативы должны были вести учет и бухгалтерскую всю работу, так же, как и коммерсанты. Единственное, что ну вот мы считались типа не коммерсанты. Сейчас считается, что это коммерсант. Значит, ты попадаешь там под некоторые ограничения, которые действуют и для коммерсантов. Но кооперативы остались с особой формой предпринимательской деятельности, где один член, один голос и уставной капитал переменный и так далее. Это все осталось. Пожалуйста. Считайте новый закон. Он действует с 1 января этого года. Пожалуйста, здравствуйте. Слушаем вас. Слушаем вас. Добрый день. Это такой вопрос. Два маленьких вопроса. Знакомые сантехники и посетить водоканалы и все равно говорят, что счетчик входной на доме установленный водоканалом установленный неправильный. Поэтому извлекают эти самые вихревые изрихления. В общем, считается неправильным и разницей с счетчиками общедомовыми и коммунитическими входными получается перерасшат воды. И второй вопрос. Что с этим дело? Да? И вопрос второй у меня. Если дерево растет слишком близко к божьему окошку и при попутном где-то допустим. Ну, там юго-восточный, южный ветер наморщит пасть и это не только все хуповырит одно и не серо. Вот как с этим деревом быть и как его сперлить и никуда обращаться по этому поводу. Что вы подскажете делать это? Значит, если мы говорим с вами о деревьях, то нужно обращаться к владельцу земли. Если земля приватизирована домом, то вы можете сразу обращаться к управляющей компании. Есть такая специальная служба арбаристов. Недавно была передача на радио об этой службе. Приезжают оценку и принимают решение, каким образом это дерево должно быть обработано. Либо сперлить. Рига Смэшит даже можно позвонить и узнать. Есть специальные арбаристы, Рига Смэши не поедут на дом. А ну да, или частная фирма. Есть арбаристы, которые едут и они первые дают заключение, что нужно сделать, потом это заключение утверждается в Бу-Валде и после этого происходит либо частичное обрезка дерева, либо его вырубка. Там уже зависит от того, насколько оно опасно для дома и как оно мешает жить и как оно затеняет и так далее. Это ответственно на второй вопрос. Насчет первого вопроса. Есть технические условия установки счетчиков, которые выдаются заводам-изготовителям. Насколько мне известно, Рига Суденц входной узел требует спроектировать в четком соответствии с требованиями. Нормативными требованиями. Это требованиями завода-изготовителя, поэтому я не очень верю в такую информацию. Там действуют другие причины на эту разницу. Слушаем. Здравствуйте. 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 У меня вот такой вопрос к вашему гостю. Пожалуйста. Наш сын с своей семьей задекларированы в нашей квартире, но они уже два года находятся за рубежом, а мы все это время оплачиваем за них, за четверых, вывоз мусора. Справедливо ли это и какой выход из этого может быть? Нам сказали, что надо выписать их, но они тогда лишатся всех остальных услуг вообще. В Риге как будто их не должно быть. Как вы считаете, что можно в этом случае сделать? Это довольно солидная уже сумма получается. Да. Учитывая все то, что предстоит, эта сумма будет еще более солидной. Но я могу ответить только одним. Есть правило 524 кабинета министров, которые предусматривают, что вывоз мусором может делиться либо пропорциональное количество квартир, либо пропорциональное количество задекларированных персон, или пропорционально площади квартиры, или пропорционально фактически живущими. Этот выбор, какая пропорция выбрать, это дело компетенции собрания собственников квартир дома. Предлагайте другой способ. У вас, видимо, принят сегодня пропорционально задекларировано. Здесь ничего изменить нельзя, надо менять способ или пропорцию. Да, пожалуйста, любые вопросы на коммунальные темы мы сегодня принимаем 672-12-939, 672-13-939, это телефоны прямого эфира и ватсап 230-6191. Слушаем. Пожалуйста. Добрый день, повторно. Вот тут возник вопрос о процедуре собрания. Это очень важный вопрос, потому что принять любое решение согласно закону, разные вопросы есть, есть где делать, есть где 50%, есть где 100%. Решение принимает собственники недвижимости. Согласно 994-й статьи гражданского закона Латвии, собственником является тот, у кого зарегистрированная собственность земельной книги. Поэтому получившие многие наследства скажем, многоквартирном доме сдают в квартире без договора, если даже с договором и принимается голосование незаконное, непроверка документов с теми лицами, которые не имеют права голосовать. Понимаете, поэтому если этот вопрос не касается собственников, если нарушена эта процедура собраний, в том числе на дворах, где собряются собрания, собаководцы даже участвуют на голосовании, понимаете, потом обжаловать это дело только можно в суд, а в суд имеет определенный срок, пока вы можете там обращаться, понимаете, поэтому строго надо следить, чтобы ведущий собрания проверял документы собственности, если есть доверенность, то доверенное лицо должно показать и уполномоченное, и документ от полномочащего о том, что он собственник. Спасибо. Спасибо. Ну, в последней части я соглашусь абсолютно, то есть при регистрации должен быть проверен собственник, либо у организатора собрания должен быть список актуальных собственников, что весьма проблематично, либо регистрируют только тех, кто предъявит документы на собственность и удостоверение личности. Следующий звонок, пожалуйста, здравствуйте. Алло, добрый день. Добрый день. У меня вопрос опять к воде. Пожалуйста. Возвращаемся, да? Значит, каким образом можно добиться, я так думаю, почему, немножко по-другому формулирую вопрос, почему входной общедомовой счетчик ставит организация, продающая нам воду, да, а не какая-то сторонняя организация с той же метрологией и так далее. Потому что я почему задаю вопрос, потому что чисто из собственной практики мы поменяли 10 лет назад счетчик сами посредством другой фирмы, и разница у нас была 180 кубов на дом 42-квартирный, да, при общем потреблении там 300, примерно, 260. Тогда у нас было 400 примерно, да. На сегодняшний день у нас нулевая практически разница, там, ну, плюс-минус бывает. Значит, это, я думаю, что зависит от того, как люди снимают показания счетчика. то есть вот почему торговец ставит свой аппарат измерительный, да, и мы до сих пор от Рига Суденц уже в течение вот 10 лет фактически мы не можем дождаться заключения метрологии, потому счетчику уже несколько раз писали им письмо, и пока вот ВОЗ по медицам. Господин Тедушка, будьте добры, да. Да, я попробую ответить, есть правила водоснабжения города Риги, по крайней мере, и там четко записано, где на основании чего происходят расчеты, и там сказано совершенно четко, что на основании общедомового счетчика, который установлен в одном узле, и этот счетчик является собственностью Риги Суденца. Таковы правила в городе. В свое время этого не было, и это тоже ничего хорошего не давало. Нас почему-то никого не возмущает то, что все счетчики тепла принадлежат Риги Суденца. Я считаю, что это, с одной стороны, это логично, что продавец учитывает товары, и этот прибор является основанием для того, чтобы рассчитываться для расчетов между продавцом и покупателем. Могут ли быть погрешности на этом счетчике? Да, могут, и это не секрет, и это не такая большая тайна. Если у вас есть сомнения насчет показаний счетчика, вы вправе потребовать от Риги Суденца произвести дополнительную досрочную метрологическую проверку, насколько я понимаю, они как обычно, они как правило от этого не отказывают, в этом не отказывают и меняют и так далее. То есть, это одно. Второе, если у вас совершенно, ну не знаю, какие-то обостренные чувства такое, что вас постоянно обматывает этот счетчик, ну я не знаю, в некоторых случаях я у себя в кооперативе ставил контрольный счетчик. но таковы правила сегодня и я не думаю, что будет лучше, если каждый потребитель начнется на свой взгляд или на свое понимание ставить счетчики. Они тоже бывают очень разные, хотя внешне может быть выглядят все одинаково. Пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Слушаем вас, пожалуйста, да. Господин Сидорик, у меня к вам такой вопрос. Значит так, вы берете за лоджии деньги или нет? Лично вы. Лично я за лоджии, конечно, деньги не беру, но согласно закону о квартирной собственности плата за обслуживание и содержание жилого дома начисляется с общей площади квартиры. С общей площади включая наружные помещения. Не только лоджии, есть более трое, это норма закона более трагична для тех, у кого, допустим, терраса по площади примерно такая же, как и квартира. То есть за апсой мне кушаную уструщину там нужно платить со всей площади квартиры. Так гласит закон о квартирной собственности. Так что здесь тот, кто не берет, тот нарушает закон, потому что он, по сути дела, ущемляет права других собственников, допустим, у которых нет лоджии. Ну что, много довольно вопросов мы успели сегодня разнообразных принять. Скопилось, видимо, у жителей за зиму. Пожалуйста, тогда уже в следующий вторник. На сегодня мы заканчиваем, нам пора уже